РАМ-музыка, па-ра-ру, па-па-па-оу Привет, ребята, это РАМ-музыка. Ну что, мы вернулись к теориям заговора, которые вы так все любите. Я, естественно, видел все ваши просьбы и не собирался никуда девать рубрику. Она снова здесь и, надеюсь, вам понравится. Я уже кучу раз говорил, что в жизни звезд происходит куча странных событий, которые не освещают в прессе, чтобы сохранить имидж артиста. Это могут быть разные мелочи, начиная от внешности и какими-то закулисными терками и сплетнями и заканчивая убийствами и жертвоприношениями. Так или иначе, кругом иллюминаты, и я всем подчиняюсь. Опять же, я не утверждаю, что это правда. Эти теории придумал не я. Они ходят по миру очень давно, и за ними стоят огромное количество людей. Я просто рассказываю вам самое интересное. Итак, начнем с пары маленьких теорий про Тейлор Свифт. Первая теория, про которую я вам расскажу, очень мила и не страшна. Она про Тейлор Свифт, и она вполне себе забавна. Конечно, все кругом узнают, кто такая Тейлор. Ее бойфренды, ее романы еще знаменитее, чем она сама. Но что еще известно всем, фанатам, по крайней мере, Тейлор Свифт, это ее коллекция сумок, с которыми она постоянно ходит и которые постоянно меняет. Но интересны не сами сумки, а техника ношения сумок. Многие таблоиды давно спекулируют о том, что единственное объяснение тому, как безупречно и легко сумки свисают с предплечья в Тейлор, заключается в том, что сумки пустые. И они просто выполняют роль аксессуаров. Другого варианта просто не может быть. Ибо если в ней лежали какие-то мелкие вещи, типа туши, там, я не знаю, косметика, жвачка, салфетки, там, маленькие животные, то сумка просто не смогла бы так безупречно лежать на руке. Удивлены? Никаких опровержений этой теории нет. Но только подумайте, что такого может Тейлор Свифт в повседневной жизни носить в сумке, пока идет по улице. Единственное, что приходит мне в голову, это айфон. И все. Как думаете, обманывает нас певица или нет? У следующей теории есть все, что нужно для хорошего интернет-слуха. Бургеры, сестра-близнец и плохая реклама. В интернете откопали старую рекламу Макдональдс, в которой снимается девушка, очень похожая на злого близнеца Тейлор Свифт. В красном баррике, с такой же формой тела, тоже небольшой грудью, таким же взглядом и губами. Посмотрите. Ну что, похоже? Конечно, похоже. Об этом ничего не было известно раньше. Многие сразу же, без сомнения, согласились с тем, что Тейлор Свифт изгнала своих родственников в Японию, чтобы они не мешали строить ей карьеру. Потому что, по умолчанию, Тейлор Свифт — это главное зло шоу-бизнеса. Единственное небольшое подтверждение тому, что у Тейлор есть бургерный ген, было найдено в Твиттере. Едим чизбургеры, играем на гитарке и пишем песни с Эдом Широном. Вот такая удивительная рекламка. Ну что, пришло время небольшого апдейта. В одном из ранних выпусков я рассказывал вам об очень интересной теории заговора о великом Стиве Уандере. Ходит теория, подтверждающая то, что Стиве Уандер на самом деле не такой слепой, как говорит. Давайте я все поясню. Да, люди очень наблюдательные и заметили у него кучу разных признаков довольно зрячего человека. Например, он ходит смотреть баскетбольные матчи, однажды фотографировал Майкла Джексона и еще много интересного. Сходите, посмотрите. Но у нас есть маленькое продолжение. В этом году знаменитая теория о Стиве Уандере получила скандальное обновление. Но перед этим хочу вам показать одно небольшое видео. Репортер брал интервью у Стиве Уандера и тот решил, что неплохо было бы взять камеру самому и поснимать. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но вы же видите, что он поймал репортера в кадре. Не слишком ли странно? Кстати, TMZ продолжает бомбардировать Стиве Уандера со своими разгадками этой теории заговора. Итак, вот оно продолжение. Один из журналистов TMZ застал Стиве Уандера в такси или в машине, скорее всего, на личном автомобиле, и спросил у него, подтверждаются ли слухи о том, что со Стиве Уандером будут снимать реалити-шоу. Не хотел бы он такого? Стиве Уандер сказал, что это слишком личные вещи и не хочет, чтобы пресса проникала в его личную жизнь. Окей, окей, понятно. Объяснимо. Затем Стиве начал думать о том, что, в принципе, он бы мог заработать какое-то небольшое, а может даже и большое количество денег. И, возможно, как пример привел, купить себе пару самолетов и, может быть, полетать на них. И потом сказал, что он однажды летал на самолете. И потом исправился и сказал, что он дважды летал на самолете. Причем в качестве пилота. И один раз посадил самолет. Я не знаю, как к этому относиться. Стиве мог шутить и прикалываться над репортерами, но уж слишком много шуток и странных совпадений. Вам не кажется? И скажу, что, кто-то спрашивает румор, что в любом случае, когда это не правда, вместо того, чтобы вы платите им или кто-то, дай мне деньги, чтобы я дать это к моей фондации. Что это румор? Что это румор, Stevie? Ты знаешь румор, ты слышал. Это правда? И так, последняя теория на сегодня будет связана со смертью. Мы знаем, что смерть людей из шоу-бизнеса часто окружают какие-то непонятные или странные подробности. Я уже рассказывал вам о смерти Курта Кобейна, о смерти Майкла Джексона. Их много. Эта теория будет посвящена смерти еще одной легенды. Принца. Дело в том, что принц был своеобразной личностью, всегда делал, как считал нужным, покорял всех своим голосом, эпатажем и даже взглядами на жизнь. Существуют догадки, что продюсеры и руководители лейблов были не очень довольны принцем, потому что он не делал так, как они хотят. Как результат, он злил очень многих людей в Warner Brothers, что повлекло за собой его смерть. И кто нам об этом всем рассказал заранее? Конечно, Симпсоны. Вы все знаете, что Симпсоны уже предсказали много важных вещей в мире. Вспышку Эболы, столкновение башен-близнецов, Трампа в президентах и так далее. И на самом деле существует теория, что это все не случайно, а называется предиктивное программирование. Эдакое промывание мозгов, которое ослабляет нашу бдительность на психологическом уровне и приправляет это все шутками и весельем. Для этого в мультфильмы помещают события, которые еще не случились, но произойдут в будущем. И самое интересное, что в одной из серий 2008 года разыгрывается абсолютно тот же сценарий. Представители лейблов и продюсеры приходят к Гомеру и нанимают его для убийства знаменитости, которым им не подчиняются и не делают так, как хотят. И один из них — принц. И Гомер душит принца собственной гитарой. Опять же, я не утверждаю, что смерть принца произошла по вине продюсеров или непослушания лейблу. Поклонники принца, успокойтесь, я не хочу никого задеть, это просто теория. Также есть небольшое дополнение. Есть догадки, что принц сам предугадал свою смерть или знал, что она скоро произойдет. На последней фотографии перед смертью в инстаграме был изображен его портрет с подписью. Как только ты решил, что ты в безопасности. Я видел видео, как люди снимают эту страничку в инстаграме, настоящие скриншоты. Решил зайти в инстаграм принца сейчас, и что я увидел? Подписи там больше нет. Ох, ребята, я уже не знаю, честно говоря, что думать. Все эти случаи со знаменитостями слишком таинственны. У меня живот заболел. Надеюсь, у вас ничего не заболело, и вы выдержали этот выпуск теории заговора. На сегодня это все. Скоро будет продолжение. Не забывайте подписаться на мой канал, но главное помните, что не стоит верить всему, что пишут и показывают в интернете. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...